В эфире Ньюсейдер впервые украинская журналистка, политический обозреватель Ольга Лень. У нас с ней состоялся очень интересный разговор про то, что из себя представляет Россия. Все-таки кто она, империя или городской международный хулиган? И достаточно ли те действия, которые сейчас совершают американцы, НАТО, европейцы, принимающие один за другим документы, в которых Россия указана в качестве врага? Вот достаточно ли этого всего для того, чтобы противодействовать путинскому режиму? Об этом и поговорим. Присоединяйтесь к Ньюсейдер на платформе Patreon, чтобы получать дополнительный контент. Ссылки на Patreon и на видео, в котором я объясняю, почему вообще имеет смысл поддержать Ньюсейдер, вы найдете в описании к этому видео, в первом комментарии к нему и на этом экране в правом верхнем углу. Ну что ж, Ольга, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. И начнем мы, наверное, с того, собственно, с чего мы начинаем беседу с любым спикером нашим в последние дни. По поводу заявления Байдена о Путине. Вот скажите, когда вы услышали о том, что Байден согласился, по сути дела, публично назвал Путина убийцей, вот вы подумали о чем? О том, что это стратегическая какая-то история или больше все-таки частноэмоциональная? Ну, я подумала, что это признание очевидного. Но очень странно было бы по-другому ответить после всей истории сначала со Скрипалями, потом с Навальным, в конце концов, с войнами, которые ведет Россия. Ну, как на этот вопрос можно еще ответить? Понятно, что все эти инициативы – это не какая-то там самодеятельность спецслужб, или там вот армия вдруг пошла в наступление и захватила Крым, или там война на Донбассе вдруг взяла и случайно началась. Нет, это вещи, которые санкционированы Путиной. Ну и кто он после этого? Ну, то есть это просто признание очевидного. В принципе, для Байдена это не новость совершенно, потому что он своей оценки и русской политики, и русского лидера никогда особо не скрыл. Да, но хотя это не новость для нас, для тех, кто очень внимательно следит за российской историей, за агрессией путинской администрации, но это на самом деле новость с точки зрения хотя бы той же публичной политики. Такого никто никогда в жизни не говорил про российского президента, тем более такого не говорили американские лидеры никогда. Ну, может, пора просто начать в конце концов. Потому что делать вид, что вот это обычный политический лидер в приличном обществе, никто никогда, например, не говорил, что Муаммар Катафи обычный политический лидер, с которым можно вести обычную идею, ну, какие-то разговоры. Ровно как никто так не думает о северокорейских лидерах. Я думаю, это та же история, это просто пора признать очевидное, и, видимо, это признание очевидного приходит не только вообще на самом деле к Байдену, потому что заявления последние европейских лидеров очень многих, в общем-то, об этом же. Да, но тем не менее мы понимаем, что вряд ли кто-то вслед за Байденом из мировых лидеров повторит вот это. Как вы думаете, почему никто пока что не готов вставать в очередь, чтобы назвать Путину убийцей, то есть сказать очевидное? Ну, может, их просто не спрашивают. Спросят, посмотрим, как они ответят. Спросили, как прокомментировали бы в Евросоюзе, вот это заявление Байдена. Отвечал на вопрос пресс-секретарь Борреля. И она тогда сказала, что Путин ответственен за российскую агрессию против Украины в том числе. Вот такой ответ был. Это уже близко. Ну, а вот в политической перспективе это что-то будет значить для России? Это что? Это знак того, что политика Америки, например, будет ужесточаться и, может быть, уже ужесточается? Мне кажется, это признание того, что отношение к России не может быть, вот знаете, в стиле бизнеса, как обычно. То, на что надеялась Россия. Что вот пройдет какое-то время после захвата Крыма и все вернется на круги свои. А нет, не вернется. То есть, если Россия не прилагает социальных усилий к тому, чтобы коррумпировать политических лидеров, как она это делает, в общем-то, по всему миру, и, в общем-то, с Трампом была похожая история, судя по всему миру. То есть, если она не, ей не удается повлиять на выборы, если ей не удается повлиять на демократического лидера, то, в общем-то, он не может вести с России обычный бизнес. То есть, это сопряжены, вот, надо делать такие какие-то усилия специальные по коррумпированию для того, чтобы с Россией вели дела. Вот почему. Истина вот того, что случилось, того, что случилось, и истина слов Байдена. Что мы просто не будем относиться к России как к нормальному государству. Мы не будем относиться к его лидеру как к нормальному политическому лидеру. И мы не будем вести с ним дела так, как бы мы вели, если бы считали, что его мотивы заслуживают уважения. Как вам реакция Владимира Путина? Она была скорее личной или политической? Я думаю, он очень... Это просто какая-то немножко растерянная, мне кажется, реакция. Потому что, видимо, он тоже думал, что его такое агрессивное хулиганское поведение, по крайней мере, вызовет уважение. Ну, а ответ Байдена был, ну, прямо скажем, он был лишен уважения. Для Путина, мне кажется, для него очень важно то, чтобы его уважали и с ним считались, пусть даже боятся. Но когда вот в таком стиле отвечают, это значит, что не боятся, просто не уважают. Да, считают, что... Ну, как хулиган, знаете, вот. Когда он доставляет людям неприятности, ну, на это нельзя ли обращать внимание, да, на это будут реагировать. Но уважают ли его при этом? Да нет. А как вы думаете, вот этот жест Байдена в адрес Путина повлияет на отношение к Путину среди его окружения, которое, ну, наверное, мыслит в категориях вот этого самого, ну, что называется, альфа-самца. Если альфа-самец не отвечает должным образом, то, соответственно, он теряет вот это уважение, соответственно, и он слабеет политически. Есть такая логика? Как думаете? Мне кажется, вы знаете, проблема вообще России, проблема отношения к России состоит в том, что вот очень долго, даже в течение последних пяти лет, там, семи, к России относились как к такому обществу, где вот, может, лидеры какие-то не такие, но вот население это все нормально. А последние, как раз, события, многие, в общем, и реакции на них русского населения показали, что вот тот эксперимент, который проводила русская власть по декуманизации населения, по снятию всяких, знаете, таких ограничений морального плана, по созданию, ну, прямо скажем, вот таких моральных перверзий, я бы даже даже, когда реакция на разные события, на разные вещи у людей, она, ну, выходит в рамки с поливой. Ну, посмотрите, с одной стороны, какие-то люди там едут в золубере убивать кого-то, да, а потом просто вылазят и начинают рассказывать о том, что мы смотрели там шпили, и, в общем-то, российское общество радуется этому, оно так нормально к этому относится. А параллельно вот свежая история, которая показывает, что это не только на уровне людей, которые выполняют приказы. Ну, вот в Страсбурге водитель посольства 300 украл велосипедов. Ну, извините, он там что это делал, украл в режиме нон-стоп, без выходных и праздников, что ли, чтобы столько украться. А это же уже морально уровня не просто каких-то там исполнителей приказов, это морально уровня общества. И как общество на это русское, скорее всего, реагирует? И вы и я понимаем, что большинство людей, русских, может даже прорегировать в стиле, ой, какой молодец, вот такой ловкий человек. Это навязанное российскому обществу вообще парадигма, мы сделали какую-то пакость, ну, как ловко были. Вот мне кажется, что мир начинает это понимать, что проблема не только лидера, это проблема вообще того, какая была проведена такая, знаете, социальная инженерия в обществе, что оно просто неправильно реагирует на ключевые какие-то раздражители. То есть оно неправильно реагирует на моральные дилеммы, оно неправильно реагирует на то, что хорошо, что плохо. То есть для него, для русского общества очень размытые моральные вот такие вот такие-то рамки. Оно реагирует на это так, ну, если это сделали мы, и нас не поймали за руку, то какие же мы молодцы. И ответ Путина в стиле на то, что если бы мы хотели, мы убили бы. Это же все показывает вот эту одну большую проблему. И потому я думаю, что, конечно, ожидать от того, что внутри русского социума созреет какое-то такое прям непонимание, и внутри окружения Путина созреет непонимание. Брянь. Тут скорее созреет непонимание и такая, знаете, что может быть нам от этого станет плохо, то есть если на нас уже так реагируют и вот как-то начнут обращать внимание на нас лично, что мы может такие, не такие, то вот такой дискомфорт вне границ своего государства, чтобы делать какую-то реакцию. Потому что, может, им там неуютно будет в Константин туда-то поехать, и приезжаешь, и у тебя как-то не так случится. Разве что так? То есть, да, то есть вы имеете в виду, что российские граждане среднестатистические, они будут себя чувствовать менее комфортно, пребывая за рубежом, понимая, что их идентифицируют с Владимиром Путином, в итоге Путином убийцей. То есть, если его перестали уважать и считают таким каким-то, не таким, как надо, ну, так может и нас там будет следить. И на самом деле, мне кажется, что мир приходит к этому пониманию, что вот этот долгий период после перестойки, когда к России относились как просто к стране, которая, ну, у нее есть свои проблемы, но они находятся в той же там, я не знаю, христианская парадигма, цивилизационная парадигма, что и Запад, и следовательно, к ним надо так относиться. Вот он в этом году закончился. Вот что он сделал. Послушайте все заявления международных лидеров. Все они говорят о том, что Россия представляет угрозу не как российское руководство, а уже вообще как страна, как собственно. К ним нельзя относиться, так мы бы относились ко всему там западному цивилизованному христианскому миру. И другая мораль. Как вы оцениваете действия российской пропаганды, которая, ну, как-то должна была в этой истории действовать, и вот пропаганда показывает. Путин предлагает Байдену дебаты, а Байден просто, она просто демонстративно отворачивается и говорит, мы с вами будем разговаривать, когда надо нам. И вот, представляете, российский зритель видит это, что Байден называет их, ну, мира, предполагается ведь, что зритель путинского ТВ, он видит в Путине своего идеала, да? Вот этот идеал, значит, называют убийцей, Путин требует топать ногами, ему отказывают, и вот это все показывают по телевизору. Это не ошибка пропаганды России, которая, тем самым, наоборот, еще серьезнее несла удар по Путину, тогда как вроде бы должна была его спасать этой истории. Я думаю, что нет, что это, вопрос не в том, что это ошибка или не ошибка, смотря, что вы строите. Они строят общество осажденной критности. Нас все обижают, нас все ненавидят, мы вот должны защищаться. Ну, то есть, на самом деле, они полностью, в полной мере возрождают Советский Союз. Вот так, как он был. То есть, вот, со всем этим вместе. Закрытыми границами, со своей внутренней, какой-то такой, там, почта, телеграф, телефон, сейчас там внутренний интернет. То есть, они просто полностью восстанавливают эту инфраструктуру. И поэтому, с этой точки зрения, они продолжают в том же духе. Я думаю, что, ну, либо там на уровне элиты произойдет слово, они поймут, что они не хотят в это не влюбиться. Ну, либо, да, либо они достроят. Потому что население этих абсолютно готово, мне кажется, жить в этой системе. То есть, население у них, проблема в том, что у населения сломана вот та вот вещь, которая заставляет не подчиняться каталитаризму. То есть, это какая-то вот травмированность советского общества. Она последние 10 лет в России просто вот она пестовалась. И она вот полностью восстановились в России все абсолютно советские лекала восприятия действительности. Абсолютно. То есть, это советское общество. Со всеми его недостатками и там особенностями. Потому что оно может жить в этом состоянии очень долго. Захочет ли жить в этом состоянии элита, но это зависит от того, как дальше будет к этому относиться. если будет в стиле давайте что-то там еще поймем и будем с ними как-то сотрудничать, ну, значит, будут жить они в этом. То есть, будет закрыта такая генетичная для населения ситуация и вот избранные, которые так, как было в Советском Союзе, там где-то ездят, берут какие-то там ну, влага себе там западные. Ну, понимаете? То есть, вплоть до того, что магазин березка и прочая ерунда. Ну, то есть, если это, если западный мир решит, что газ и нефть не стоят этого, ну, значит, тогда как-то вот придется там как-то что-то задуматься, задуматься элите, как-то демонтировать эту систему. Вот вы сказали как раз про Советский Союз и, может быть, вы видели новость про то, что они хотят замораживать, уже заморозили, в общем-то, цены на масло и сахар, а цены все равно ползут вверх. Ну, мы же все помним, в Советском Союзе этого просто не было, масла и сахара, ну, там, по талончикам его выдавали. Ну, почему нельзя к этому прийти снова в рамках уже России? Это бедная страна. Послушайте, несмотря на то, что это страна, которая имеет огромную армию, как это было в Советском Союзе, это бедная страна, которая там, ее ГВП на уровне, не помню, но, кажется, Лихтенштейна. Это огромная территория, которая, таким, знаете, очень тонким слоем, в очень таких, каким-то маленьких анклавах, типа, там, Москва, там, Ростов, Казань и Санкт-Петербург размазано то, что, размазан Лихтенштейн, вот так скажем. А все остальное, это просто какая-то совершенно... Жизнь. Да. Ну, это вот просто иллюстрация к магазину «Березка», о котором мы сейчас сказали. Ну, как это по всей видео? К магазину «Березка». Да. Вот, Виталий Портников говорит, что готовиться, ребята, надо не к транзиту, а к маразму, потому что не нужно надеяться на то, что эти вот российские элиты, которые, кстати, абсолютно советизированы, вот, как вы и сказали, ну, это состояние мозгов, просто смысла не будет, мне кажется, эволюционировать. Вот, готовимся к тому, что Путин будет сначала до 36-го, а это ему 84 года, потом еще, там, как Фидель Кастро, да, во сколько он умер, пока его брат не принял на себя полномочия? Ну, вот как-то так. Нет? Как думаете? Ну, вполне возможно, потому что, тем более, что сейчас можно и до 100 дожить, в принципе, не в плохой форме, при желании и возможности аксессии, ориенную медицину. В крайнем случае, можно поставить куда-то совершенно зомби и как-то тоже это не сработает. Для постсоветского и советского вообще социума очень важно ощущение, знаете, такой элитности и того, что вот ты допущен каким-то ресурсом, которым не... Это большая ценность. То есть, если западная ценность состоит в том, чтобы ты имел как можно более возможностей, тебя как можно меньше контролировал, это западная ценность. То советская ценность и русская ценность это вот иметь то, что не имеют другие. И потому, конечно, для русских элит, чем... Если население не будет иметь возможность купить брюки, трусы и, там, я не знаю, тапочки, а ты будешь это иметь возможность, так это только большой плюс тебе. И это, как бы в этот маразм можно действительно погружаться бесконечно. может не хватать всего. То есть, вполне легко к этому привести население. Мы, мне кажется, к этому совершенно готовы. Вопрос в другом. Будет ли запад к русской элите относиться как глобальный? То есть, пока что русская элита включена в глобальность. какие-то шрёдеры работают в русских элитах, какие-то русские люди работают в каких-то зарубежных элитах. Они могут, в общем-то, свободно ездить. Они, ну, там, за небольшими исключениями. У них где-то там еще остались какие-то щиты. То есть, если запад все-таки возьмется за эту историю более конкретно и перестанет относиться крупные элиты, части глобальные элиты, а будет относиться к совершенно нерукопожатному чему-нибудь, то я думаю, что ситуация может измениться. Также она может, конечно, измениться, если к русской элите и вообще к русскому государству будут относиться так, приблизительно относились к режиму Милушевича, когда просто все закрыли. Закрыли возможность участия даже культурных и спортивных мероприятий. Но только это, кажется, может действительно серьезно повлиять. Все другое будет там, глубина, в которую можно вырыть эту яму, она, Советский Союз показал, что она бездомная. Пока остается для хотя бы маленькой элитной группы возможность неплохо себя чувствовать, яму будут копать и копать. Ее будут углублять и углублять. Ну, да, насчет спортивных мероприятий, вы, наверное, видите, какой шабаш творится вокруг вот этого гимна, когда спортивный арбитраж запретил Россия хитро обойти вот эти санкции, да, впихнуть туда Катюшу. Сейчас вот они про Чайковского заговорили. Ну, видимо, да, для них, конечно, это очень чувствительный момент. Олимпиада, гимны, которые им не дают сыграть и не дают участвовать в качестве национальной сборной. То есть, это будет нейтральная сборная. Ну, я бы, например, и нейтральная сборная. Да я бы тоже. Ну, потому что мне кажется, что это история, когда люди должны понять, что поведение в стиле городского хулигана, оно не дает дополнительных выгодов. Пока что русские, и особенно их власть, и СМИ, и пропагандистская машина, в общем-то, навязывает русское это все мнение, что вот позиция такого хулигана, который портит жизнь всем остальным, дает дополнительные другие. И местами так случается. В том числе из-за того, что Германия там собирается что-то строить, какие-то потолки дополнительные, то Турция там какие-то ведет какие-то переговоры, то еще где-то, то в принципе можно еще куда-то поедать. Еще где-то его принимать. И поэтому это им удается это показать и представить как какие-то вот такие дивиденды, которые еще можно получить от этой позиции. Эта позиция не должна приносить дивиденды. В общем-то, если она будет приносить только негатив, без уважения, без дивидендов, без того, что считается, без того, что нуждаются в какой-то сотрудничестве, тогда эта позиция будет пересмотр. Потому что, к сожалению, на этих людей ничего не влияет. Ни влияет никакой социологической. Ни открытые двери не влияют. Открытые двери они воспринимают только как способ, куда можно всунуть новость. и туда что-то еще подкинуть. Это бомбы может кинуть. кайф-кайф-кайф. И они на самом деле мечтают о смене режима. Как это сделать, ни мы, ни они не знают. Вот сейчас, например, в очередной раз готовят общероссийскую акцию. Но мы видим, чем заканчиваются общероссийские акции. Людей бьют, людей просто схватают, распихивают по автозакам, отдают им административный, даже вот уголовный арест. Срок был первый за участие в таких акциях. И что делать? Есть ли какой-то шанс у российского протеста? И когда он появится? Шанс у российского протеста есть только в случае, если этот протест это будет таким, знаете, выражением смены проливной жизни. То есть, только в этом случае. То есть, любой массовый протест он может подбить, если он будет иметь четкого бенефициара, среди элит, которая в состоянии взять власть, поддержать ее, поменять, тогда да. Просто протест как такой, но он, конечно, не будет иметь. Более того, я вам скажу, это не проблема только России. В общем-то, это всегда. Когда есть довольно зацементированная ситуация, то ее полный слом, а в случае России мы ведем речь о полном демонтаже вообще парадигма существовании государства. А в чем она заключается, эта парадигма? Что менять вообще? Как вы думаете? Ну, парадигма, я уже сказала, заключается в том, что Россия это такой, знаете, хулиган. Я подумал, может быть, вы имеете в виду имперскую парадигму или здесь не столько имперский скот, сколько хулиган. Это не имперская парадигма, потому что империя так или иначе она должна экспортировать какие-то ценности, которые бы были для кого-то привлекательными. Россия не в состоянии экспортировать даже ценности. Потому что те ценности, которые она пытается, что в Украину, что в Балтику, в Балтийские страны, что там в Кавказские страны экспортировать, это не привлекательная совершенно жизнь. Но никто не хочет там жить в мире, вообще, никто, ни в одной стране, нигде. То есть она может экспортировать только оружие и их пау. И этим она и занимается. То есть это уже даже не имперское расширение, понимаете? Это именно создание проблем для мира. Вот как такое, понимаете, как стиль жизни. И, к сожалению, вот это вот состояние вот этого стиля жизни, мы создаем проблемы, какие мы молодцы, это довольно сильно надо, чтобы в мозгах что-то изменилось. А такое не меняется под воздействием хороших пожеланий. Такое меняется, как в Германии после герцификации. Только путем очень жесткого проигрыша на мировой арене, который стянет за собой просто принудительный день. Ну вот, Патрушев, кстати, сказал на днях, что Соединенные Штаты ответят, если будут создавать трудные дни для России. Это он процитировал американскую сторону, которая сказала, что нам предстоят трудные дни с Россией. То есть сами они не любят, когда им создают проблемы. Но им создают. в смысле, а в чем вопрос? Будет ли у Соединенных Штатов трудные дни или что? Да, вот я не понимаю, что имеет в виду Патрушев? Что значит ответят? Пока что они не хотят отвечать, просто говорят, мы с вами будем говорить, когда посчитаем нужным. Ну, потому что понятно, что для Соединенных Штатов никаких трудных проблем не будет. В принципе. То, что себе представляет Патрушев как трудные проблемы, это создать проблемы для Соединенных Штатов на границах России. Это не проблема с Соединенных Штатами. Ну, по большому счету. Да, Соединенные Штаты в силу их идеологии, что они должны сеять доброе и вечное по всему миру, они, конечно, воспринимают это как-то, но это не их проблема. То есть хулиган боится нападать на более сильных. Он ищет, где есть слабое. Ну, это же, понимаете, это вот, ну, как бы идеология такой, ну, как бы своры. Вот это российская идеология. Вот мы своей сворой нападем, найдем где-то вот что-то слабое и туда вот полнется. В данном случае слабая Украина. Поэтому, да, проблемы могут быть Украиной. Если это проблема Соединенных Штатов. Нет, это не проблема Соединенных Штатов. Потому что у Соединенных Штатов совершенно другие сейчас проблемы. Как-то что-то сделать с коронавирусом, как наладить систему социального обеспечения, которая у них, в общем-то, там не совсем хорошо срабатывает. Медицины наладить, там, поднять уровень занятости населения. Вот проблема Соединенных Штатов. А проблема того, что идет по всему миру война, которую устроила Россия, это проблема Соединенных Штатов. Это в первую очередь проблема тех стран, где войны идут. Сирия, Украина, Турция, Грузия, Азербайджана, Армения, большой же соратник России и Армении. Что она получила? Она получила утрату своей территории в результате горячей дружбы с Россией, когда армянам решили преподать урок. Потому что это не турки и не Азербайджан напал на Армению. Это в общем-то Россия решила преподать урок и спровоцировала это. Поэтому дружить с Россией очень опасно. Потому что это такие друзья которые считают что с ними можно дружить только в одностороннем порядке. Они считают что если ты на 100% не выполняешь их требования ультимативные значит тебе надо преподать. Вот как раз по сути вы говорите о возможной реакции Путина на вот это оскорбление ну и вообще будем говорить на в целом политику ужесточения со стороны США Запада в отношении Кремля значит говорят что он может отыграться например на украинском направлении вы допускаете это это конечно допускаем как можно этого не допускать в Крыму достаточно много армии армейские корпуса 1 и 2 стоят в Донецке и Луганске почему там нельзя устроить какое-нибудь очередное побоище конечно можно по вашей информации сколько сейчас российских военных не знаю там одетых переодетых распогоненных не знаю вот сейчас дислоцируется на Донбассе например про Крыму знаете я не буду додавать какие-то цифры потому что я не владею этой информацией так хорошо чтобы вот прямо так знаете оперировать цифры но то что их там гораздо больше чем например там стоит всех американских солдат во всей Европе там приближающих или как это точно но вы говорите о десятках тысяч на самом деле потому что по всей Европе там и есть десятки тысяч я думаю что где-то такие есть вот как вы оцениваете ситуацию на Донбассе сейчас там эскалация не эскалация что сейчас происходит особенно после того как администрация Зеленского ввела ряд санкций о них мы сейчас поговорим ну мне кажется что это сейчас пока что это принуждение Зеленского к признанию оккупационных администраций Донецка и Луганской каким-то отдельным судом то есть вот все вот это вот там очень все хорошо синхронизировано то есть идет какое-то обострение после этого какая-нибудь заявление России в стиле мы тут посредники а вот давайте поговорить с Донецком и Луганском насчет того чтобы они прекратили стрелять или там что-то такое сделали то есть это вот исключительно пока что такая история она конечно может выйти куда-то за рамки но последние заявления были именно украинская сторона я смотрю в последние недели вот как администрация Байдена пришла к власти перестала следовать прежним путем попыткам это конец попыток договориться с Путиным если я не ошибаюсь это действительно так да это так потому что во-первых есть абсолютно здоровая разочарование Зеленский где-то тоже в чем-то он похож на Путина в том что он тоже хочет чтобы его уважали люди которых он считает сильнее синий и уважение Путина он не должен то есть его представление это уважение должно было появиться вот буквально в каком-то решительном прекращении войны получение премии мира вдвоем с Путиным ну и вот Нобелевская премия ой я молодец всего этого не произошло и мы начали ставить утина какую-то часть ультиматов он готов был выполнить но в общем-то общество оказалось не готово на них пойти ну так собственно все и закончилось а все сейчас что делает Россия это уже совершенно неприемлемые претензии даже к Зеленскому скажем так то есть даже при всей готовности Зеленского идти на уступки это слишком неприемлемо ну и он совершил довольно-таки жесткие шаги которые могли бы быть восприняты в Кремле как вот реальный такой знаете наезд ну то есть это о чем свидетельствует Зеленский не боится Путина он не боится мести ведь Путин в принципе может и физически отомстить попытаться лично Зеленскому например ну я думаю что там уже есть какая-то месть на уровне финансовых но с другой стороны каналы закрыли да но будет ли там есть ли возможность открыть еще что-то вполне возможно что есть второй момент против Медведчука в общем-то никаких таких особых прям таких санкций санкций нет то есть понимаете гораздо более проблемна сейчас ситуация с тем что Зеленский и его окружение очень активно преследует активистов людей которые там были добровольцами которые принимали участие в революции достоинства вот это вот вот это преследование реальное потому что людей закрывают в тюрьму на людей накладывают какие-то аресты их вызывают из суды их сажают под домашний арест а вот Медведчук не под домашним арестом понимаете его семья не под домашним арестом и его те люди которых там обвинили вместе с ним финансирование терроризма тоже не под домашним арестом поэтому я еще пока сомневаюсь очень в том что это прям такая знаете это пока похоже на декларацию не знаю насколько его там понимают в России это вся история в каждой декларации ну а в Кремле как вы думаете как расценивают такие шаги с одной стороны действительно санкции вот кстати новые санкции были введены против сотни физических и критических лиц в том числе против крупнейших медиаизданий про путинских с другой стороны мы видим то что Путин одобрил бы да вот как раз то что вы сказали посадки и преследования представителей революции достоинства мне кажется что сейчас это идет пока какой-то способ нащупать какой-то новый концерт с Россией вот вот мы вот так вот ну я не уверена что это конечно будет удача потому что это мне кажется не работает потому что Россия понимаете надо понимать что Россия без возможности влиять на население других государств но она утрачивает почву под ногами потому что других способов нет она не экспортирует ничего приемлемого она экспортирует хаос для того чтобы экспортировать хаос нужно иметь прямой доступ к мозгам населения других стран это все уже начали понимать поэтому в общем-то Европа сейчас очень сильно ограничивает возможность для русской пропаганды рассматривает это как серьезное и американцы я думаю что недалек тот час когда Раша туда и не будет вот сейчас Британия по сути дела возвращается на международную арену в своих ключевых документах она определила Россию как главную угрозу и даже вот собирается наращивать ядерный арсенал это насколько серьезен вот этот жест учитывая что это первая именно европейская страна которая по сути последовала Соединенным Штатам а в чем-то даже и может быть превзошла потому что даже США не объявляют о наращивании ядерного арсенала а Лондон прямо это увязывает с российской агрессией во первых мне кажется что они это делают потому что могут видимо просто есть какие-то экономические причины которые позволяют им сделать это потому что это история которая не бесплатная то есть это не просто заявка ее нужно каким-то образом выполнить во вторых это признание того что Россия это то что я говорила это не такие как мы то есть это другие это другая цивилизация другая цивилизационная парадигма совершенно другой мир с другими ценностями и к нему так и надо относиться эти ценности представляют угрозу для мира по крайней мере мне кажется что это все из этой истории да что очень важно ведь это включение России в качестве главной угрозы именно на уровне документации это официальная интересно просто потянет ли это за собой проблемы для русских капиталов потому что если не потянет значит все это тоже декларация то есть тут интересно это будет проследить потому что целые британские банки финансовые компании масса таких-то институтов живет за счет русских денег она просто оперирует потому что это на самом деле такое заявление в таком стиле вот мы там ядерные ракеты поставим для россиян это скорее приглашение к игре для них это все очень позитивная история спарринг очень приятный потому что мы уважаем государство ядерное мою точку зрения это не серьезное угроза для России серьезное угроза ограничение возможности оперировать в Лондоне на тех финансовых рынках которые зависят в Лондоне ну вы говорите конкретных кошельках Путина в первую очередь конечно безусловно потому что эти люди все остальное это ну что это просто приглашение ну давайте Россия у России появилось оправдание что еще нужно построить сколько новых боеголовок и под этим видом ну давайте еще введем я не знаю талоны подсолнечная масса потому что это можно теперь оправдать ну понятно ну это знакомая для нас история но для России гонка вооружений вот такого рода она насколько может быть затратной или в принципе это можно сделать на уровне пропаганды а реально не тратиться на вооружение ну во-первых это действительно можно сделать на уровне пропаганды потому что то что российская оборонка где-то так на процентов я думаю 50 это имитация особенно как это показали все истории с Роскорсмосом там заклеиванием дырочек со всеми этими вещами которые там то ли летают то ли падают и больше падают чем летают ну в общем-то это показатели что российская наука и возможности это имитация ну в конце концов сколько они делают этот суперджет и он снова не летает он снова как только взлетит так тут же падает по поводу суперджета кстати вы же знаете что 18 марта Минторг США расширил санкции настолько что теперь авиационные и космические отрасли России выбыли из исключений теперь высокотехнологичная продукция в Россию из Америки поставляться не будет вообще в том числе для этих вот отраслей за исключением секторов связанных с безопасностью полетов пассажир самолет и вот тут же уже отреагировали в Кремле вице-премьер России Борисов сказал что да это очень большая проблема потому что просто-напросто могут даже текущие контракты прекратить действия для путинской администрации это очень серьезно серьезный вопрос конечно ну послушайте они не могут ничего строить у них нет ничего у них все либо украдено либо завезено вся электроника завезена они не в состоянии сделать ничего но это правда ну то есть да как программисты как люди которые используют эти системы русские могут с этим но придумать это с нуля сделать не в состоянии российская наука она не так развита она на самом деле в большом кризисе в этом смысле поэтому конечно это проблема потому что не летает ни один самолет ни одна ракета без иностранной электроны это серьезная санкция такое о чем я говорила то есть это уже серьезно это на самом деле это санкция на уровне поправки Джексона Веника которая действовала в отношении Советского Союза и все мы прекрасно знаем к чему она привела потому что в Советском Союзе даже там стиральных машин все остальное летало нам да ну правда в России и так не особо что-то летает даже без этой поправки ну вот кстати Норвегия на днях вы наверное слышали запретила сделку между норвежской компанией и российской компанией российская хотела завод по производству двигателей для своих ВМФ купить причем они так это оформили здорово мол а это мы хотим просто двигатели для электростанций производить но на самом деле да когда внимательно посмотрели а что по сути то они покупают они покупают завод который строит двигатели для ВМФ потому что Россия сама не умеет строить их и там открыто признают что у нас кризис с двигателями для военных кораблей китайская китайская не идет потому что слабые аналоги разваливаются ну и для них конечно это ударом стало тут же российское посольство интересно так отреагировало если это просто частная история почему реагирует российское посольство в Норвегии они говорят это вот антироссийская истерия когда сделку сорвали в чем они правы так это в том что это проявление новой политики Европы и скажем западного мира в отношении России да она еще возможно не захватила всех до сих пор идет спор по поводу того что же делать все таки с этим северным потоком да но тем не менее да это ее проявление то есть пока что каждая страна вот собственно потому отложили немного дебаты в Евросоюзе вот эти которые должны были 25-26 пройти по отношению к России вот они хотели провести дебат на уровне людей но отложили для того чтобы как-то я так думаю все таки они хотят выйти на какое-то решение или хотя бы что-то такое совместное все таки высказать в этом случае прийти к каким-то выводам которые бы были более или менее концентрированы а видимо не получается потому что часть стран уже готова к большему более жесткому но Соединенные Штаты могут убедить Европу наконец стать более категоричным в отношении России там ведь Путин все к этому идет на самом деле проблемой являются только Германия которая пребывает в состоянии я считаю стокгольмского просто синдрома какой-то неизборной вины за вторую мировую войну почему перед Россией не понятно потому что наиболее жестокие действия Германии были на территории Польши и Украины никак не Россия поэтому если кому-то там должен быть стокгольмский синдром так это по поводу поляков и украинцев а вот российская пропаганда убедила как раз немцев в том что они должны чувствовать себя виноват я считаю вот это свертывание российской пропаганды может быть как бы немножко привела бы мозги в соответствие с реальностью может как-то немножко бы восстановилось ощущение реальности ну и вторая проблема большая это бывшие страны которые в общем-то присоединились к НАТО к Евросоюзу но русское влияние в них осталось сильно как Болгария например да вот история Болгарии Болгария Венгрия Румыния кто там еще есть ну вот да пожалуй Чехия да даже Австрия Чехия Австрия конечно она не была но ну как Австрия считается нейтральной страной в смысле она не член ну да ну да вот Австрия там сильное влияние ну вот эти вот страны они создают конечно проблему которую ну Греция еще пожалуй потому что там тоже есть влияние в силу скорее денежных Россия конечно может еще закупать эти все компоненты через понятно что через вот эти вот все страны такие которые входят какие-то цивилизованные блоки но при этом остаются на пограничах Турция которая готова что-то купить у России продать и в общем-то она ведет сейчас пытается вести какую-то гибридную политику ну и страны балканские где Россия вот большая победа России я считаю что это надо признать и надо к этому так относиться это случилось в Черногории в Черногории просто откат совершенно прошло это совершенно пророссийское пришло правительство совершенно правительство которого не адекватно с точки зрения европейской европейской франции ну это большая ошибка Евросоюза да Черногория уже в НАТО при этом это внутренне алкоголь это большая ошибка Евросоюза потому что в борьбе как они считали с коррумпированным лидером страны Джукановичем они привели на вот этой антикоррупционной истерии они привели к власти в общем-то параллассийских лидеров которые абсолютно были параллассийские но они закрыли плаганы потому что они же антикоррупционные а теперь они получили и коррупцию и антинатовское правительство которое сейчас ведет Россия там высказала пожелание к тому чтобы снять санк чтобы Черногория отменила санкции в котором она присоединилась антироссийские санкции и вполне возможно что лидеры этой страны сейчас это решение приняты потому что там беда там просто беда и надо сказать что это очень интересная история в принципе потому что они начинали с того же что было в Болгарии когда попытка сделать переворот в Черногории привела к тому что выслали шпины на русских выслали дипломатов русским которые занимались шпионажем которые были причастны и более того там были открыты дела и в общем-то преследовались некоторые лидеры пророссийских сил которые участвовали в этом перевороте а сейчас эти лидеры пророссийских сил которые участвовали в перевороте пришли к власти и собственно говоря вот теперь мы наблюдаем всю эту историю очень странную которая может в результате привести к тому что либо там придется делать снова какие-то действия по изменению власти либо просто нужно исключать Черногорию на то как минимум вынуждена будет дозировать информацию конечно которую ну конечно потому что это просто сегодня ну сегодняшняя новость состоит в том что Черногория Черногорский министр обороны разгласил имена работников цель да это сигнал это сигнал Вашингтону прежде всего что в Черногории нельзя будет работать это страны в которых просто происходит Россия их использует знаете вообще это представление России о дружбе использовать друзей для того чтобы за кем-то шпилить вот они любую страну которая к ним относится лояльно Болгария Чехия та же сейчас Черногория они используют только с одной целью чтобы там шпион там что-то украсть то что они не могут украсть система которая лучше охраняется как такой знаете площадку для шпионажа ну вот такое вот отношение ну опять же это мы вернулись к ценности понимаете какие ценности несет Россия использовать друзей для того чтобы сделать пакость врага при этом и этих друзей в общем-то тоже ну как бы сделай пакость и так ну какие его ценности прекрасно ну что ж спасибо вам большое за этот интересный разговор о ценностях Ольга спасибо вам было очень интересно со мной пообщаться спасибо Ольге и вам дорогие друзья за вашу поддержку и за то что смотрите нас подписывайтесь на Ньюсейдер ставьте лайк оставляйте комментарии и при желании поддержите нас через платформу Патреон где вы сможете получать дополнительный контент эксклюзивные видео текстовую аналитику доступ в закрытое сообщество Ньюсейдер ссылки на Патреон и на видео в котором я объясняю почему вообще имеет смысл поддержать Ньюсейдер найдете в описании к этому видео в первом комментарии к нему и на этом экране в правом верхнем углу наводите курсор и вам выпадет меню со ссылками благодаря патронам мы можем делать эти материалы и расширять их спектр в том числе мы запустили ежедневную программу антивести именно благодаря вашей поддержке на сервисе Патреон спасибо всем тем кто нас поддерживает и смотрит с вами был Александр Кушнаер до новых встреч берегите себя спасибо